всем привет я в красногорске здесь начали работать курсы по предвоенной подготовке сегодня мы их посетим это уже второе занятие на первом было больше 120 человек преподавали тактику работы с оружием и естественно полевую медицину сегодня тоже пройдут все эти занятия ну и как-то проверю собственную готовность проверять будем в большом бойцовском зале где удобно работать с макетами автоматов сегодня отрабатывали хват шаги и работу из-за укрытия всего понемногу кто-то автомат сроду в руках не держал кто-то служил лет 20 назад и было бы неплохо знание восстановить и обновить задача инструктора ильи дать базовые вещи как он сам говорит это не подготовка полноценных воинов которым вот уже завтра куда-то ехать чтобы не было вот такого чтобы не было вот такого всегда автомат передается по кратчайшему пути автомат идет сюда вы держите и упирается не просто вот прям вот сюда в плечо можно даже чуть-чуть сюда кому как главное чтобы не так автомат все равно всегда дает отдачу для чего корпус вперед при отдаче когда вы находитесь вы будете тормозить выставите прямо у вас вот так вот идет впереди много работы но текущая обстановка все-таки помогла людям серьезнее отнестись к тому что многие раньше считали мальчишеством и ненужными в реальности навыками у нас люди воспринимают все что раньше могли с улыбкой воспринимать и смылкой сейчас все воспринимают по серьезному даже я там в нашем патриотическом репертуаре музыкальной группы даже по-другому все снится и сейчас они понимают что рано или не дай бог что это когда-то может прийти к нам в дом чтобы знать и понимать вообще как защищать а для этого как ни крути надо начинать с азов а с практикой придет и умение с непривычки правда сложно будем работать с оружием и это нормально да в идеальном мире должно быть конечно не два часа каких-то занятия 10 20 тысяч часов но даже такое помогает скажем так познакомить людей с предметом и конечно же конечно же избежать вот это знаете книжного постулата когда пишут что вот молодежь не знает с какой стороны браться за меч вот здесь как раз главная задача познакомить человека с тем с какой стороны рукоятка у меча ну или прикладу автомата забыли руки у меня правда есть как бы сайга она похожа на автомат у меня там 27 стреляет иногда постреливаю вот так конечно же все да час предательски мало но пока так два раза в неделю не забываем что помимо работы с автоматом надо разобраться еще и с тем что лежит в аптечке так с оружием разобрались сейчас пойдем снимать медицину относительно снимать несмотря на то что аптечка приготовлено не маленькая за одно занятие разбирают одну проблему важно чтобы люди поняли что зачем и как знания и основы первой помощи то чем не стоит пренебрегать и на гражданке дтп несчастные случаи никто не отменял не надо быть полевым хирургом просто вовремя и правильно наложенный жгут способен спасти кому-то жизнь а вот так вот были еще разные тонкости реальные истории со службы и из операционной зато под конец сороковой минуты вопросов не осталось как и говорил занятие два раза в неделю среда суббота для всех желающих и это не спринт а марафон реальная учеба в которую мы очень рекомендуем погрузиться во первых знания лишними никогда не бывают а во вторых лучше уметь и не применять чем оказаться не готовым какой-нибудь ситуации а